На повестке, как вы понимаете, безусловно, у нас Украина, в том числе в связи с предстоящими контактами на министерском уровне в Берлине, но и связано, конечно, с развитием ситуации на Земле. Прекращение огня, которое в целом наблюдается в настоящее время, это очень важный шаг, мы это оцениваем именно так, в направлении деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. За минувшие две недели обстановка на Донбассе, населенные пункты которого еще недавно подвергались регулярным артиллерийским обстрелам, в целом остается спокойной. Это подтверждается как российскими и украинскими представителями совместного центра по координации и контролю, так и наблюдателями ОБСЕ. Дальнейшему снижению напряженности в регионе и созданию там предпосылок для реального установления долгосрочного перемирия способствовал бы, на наш взгляд, подписание дополнения к комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля этого года. В части, касающиеся вопросов отвода танков, минометов до 120 мм и арт-орудий до 100 мм, а также приложение к нему по мерам верификации. К нашему большому сожалению, это не удалось сделать в ходе заседания контактной группы 8 сентября в Минске. Мы выражаем надежду, что продолжающаяся в рамках профильной подгруппы работа в данном направлении увенчается успехом и указанные документы будут скреплены подписями всех участников минского переговорного процесса.